Российская госавтоинспекция всегда выступала за значительное повышение штрафов, что собственно и произошло. Вечером 30 января Минюст опубликовал проект нового КОАП. Документ содержит ряд существенных нововведений для водителей. Итак, существенное повышение штрафов за превышение скорости на 20-40 км в час составит 3000 рублей. Сейчас он составляет 500 рублей. Штраф за превышение на 40-60 км в час составит 4000 рублей. Наказание за превышение скорости более чем на 60 км в час будет включать штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. Наказание за повторное превышение скорости на 40-60 км в час и более будет включать штраф 10000 рублей или лишение прав на срок до года. Накопительная система нарушений. И вот, друзья, пожалуй, главное. Запоминайте или записывайте серьезно. Водитель впервые сможет быть лишен прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее 3 и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км в час, проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет, отказ уступить дорогу автомобилю, пользующимся преимуществом в движении, разворот или движение задним ходом в запрещенном месте, выезд на встречную полосу, поворот или разворот в местах запрещенных знаками, непредоставление преимущества в движении пешеходу. Кстати, те же нарушения, зафиксированные автоматическими камерами накопительной системой, не учитываются. Пьяное вождение Наказание за отказ от освидетельствования будет включать штраф 40 тысяч рублей и лишение прав на срок до 3 лет. Вот тут тоже нововведение. Вводится новый состав правонарушения. Управление авто в состоянии опьянения при условии, что в салоне машины находится ребенок в возрасте до 16 лет. Наказание составит штраф 50 тысяч рублей и лишение прав на срок 2-3 года. Сейчас за пьяное вождение суды, независимо от присутствия ребенка в салоне, штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок 1,5-2 года. Также вводится возможность для судов наказывать за состояние опьянения, вызванное не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и при наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ. Речь идет, скорее всего, о лекарственных веществах, при выявлении которых сейчас нельзя наказывать водителей, на что ГИБДДшники жаловались уже не первый год. Также вводится запрет на употребление новых, потенциально опасных психоактивных веществ. Но это понятие в документах не расшифровывается. Железнодорожные пути Наказание за пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора, остановку или стоянку на переезде, штраф составляет 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев. При повторном нарушении будет применяться лишение прав на срок до 1 года. При фиксации камерой штраф 10 тысяч рублей. Перевозка детей Штраф за перевозку детей без автокресел составит 5 тысяч рублей для водителей, 30 тысяч рублей для должностных лиц, 150 тысяч рублей для юридических лиц. И вот совершенно новый штраф 35 тысяч рублей за перевозку детей без автокресел для ИП. То есть если выяснится, что вы являетесь индивидуальным предпринимателем, штрафов 35 тысяч рублей не избежать. Опасное вождение и ОСАГО Штраф за опасное вождение составит 5 тысяч рублей. Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составит 1 тысяч рублей. Сейчас этот штраф 800 рублей. Ну что ж, друзья, на этом слава богу все. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Субтитры подогнал «Симон»